Только пару слов о себе расскажу. Так, есть у нас новенькие, замечательно. Меня зовут Наталья Невзорова, я живу в северном городке с населением 60 тысяч человек с 1970 года, мне 43 года. Из них практически чуть-чуть больше 10 лет я отработала в школе, я педагог по образованию. У меня два образования, одно средне-специальное, как учитель начальных классов, и второе, высшее, как учитель географии. Но по специальности географа я практически работала мало, то есть в основном я учитель начальных классов, и мне это очень помогает сейчас в работе в сетевой компании, потому что говорят, что для сетевой компании очень здорово получается здесь работать педагогом и медиком, потому что у них большое терпение. Действительно терпение здесь очень нужно, так как мы общаемся с людьми. И в течение 10 лет, которые я сотрудничаю с компанией «Арифлейм», это шведская компания, которая продает косметическую продукцию и продукты для здоровья, кто еще не знает, потому что есть люди, которые еще не слышали эту информацию о компании. Почему именно я выбрала эту компанию? Однажды я пришла в один из торговых центров, когда еще косметика «Арифлейм» продавалась в розницу, и муж мне мой сказал, что мне нужно поменять в косметичке всю косметику, потому что она ужасного качества, тогда у нас еще был такой конфетно-букетный период, и он мне предложил выбрать из всего изобилия ту косметику, которая мне понравится. И вы знаете, я была очень скромной девушкой, и я решила, но любящей себя в то же время, и уважающей себя, я решила выбрать косметику среднеценовой категории. То есть не самую дорогую, у меня наглости просто не хватило, и не самую дешевую. И как раз это было «Арифлейм». Вот, вы знаете, говорят, судьба, рок, вот как хотите, расценивайте. Когда я приехала в свой город, а это было на сессии, я увидела каталог «Арифлейм» у своего брата, и решила, ничего себе, я ее привезла из Архангельска, эту косметику, а здесь она прямо вот «Каталог бери и заказывай». И я, естественно, сделала заказ, потому что по качеству косметика мне очень понравилась. Заказ мне очень долго нес консультант, и я решила, что, наверное, он мне вообще его не принесет. Я заказала помаду, которую мне разрешил выбрать мой теперешний муж. Он сам выбирал цвет причем, и он попадая в цвет, он вообще не попал совершенно. Ну и под шумок я заказала себе шампунь, у меня такие длинные были красивые волосы, очень-очень длинные, и кондиционер. И потом муж очень еще долго возмущался, когда он выкладывал мне деньги на эту косметику, когда мне консультант ее наконец-то принес после моих двух звонков. Он сказал, зачем тебе вообще нужен кондиционер, ты прекрасно можешь обойтись и шампунем. Ну, впоследствии я сделала еще один заказ как клиент, и потом мне уже мой консультант предложил зарегистрироваться. Так вот, переходя к нашей теме «Как работать в льготной компании», я хочу сказать, что самое первое, с чего вы должны начать, это с вашего близкого окружения. То есть я не буду сейчас вам говорить, что надо писать список знакомых, это вы и так прекрасно знаете. Самое первое, по опыту своему знаю, и сейчас мы работаем с ключевыми консультантами, первое, вам нужно обязательно на расстоянии вытянутой руки расспросить все свое близкое окружение, где они покупают косметику. Вот сегодня у нас было подведение итогов конкурса, который мы проводили в социальной сети, я немножко потом расскажу еще об этом методе рекрутинга. И вы знаете, вопрос, который я задаю обычно людям, скажите, пожалуйста, и сегодня я его задавала, сколько вам платят за то, чтобы… сколько вам платят там, где вы покупаете косметику? И вот когда я сегодня задала этот вопрос, у людей было недоумение, потому что, по большому счету, в магазинах никто ничего никому не платит, а платите вы в основном. Так вот, очень хорошая фраза, которую я всегда использую в рекрутинге, и задаю вопрос обычно. Первое – это сколько вам платят за то, что вы покупаете мыло, или покупаете зубные пасты, или покупаете гель для душа? И второй вопрос, если человек говорит, что он покупает у консультанта, то есть не в магазине, а у консультанта, я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, а по какой цене вам продает консультант продукцию? То есть вот два ключевых вопроса, с которыми я работаю, и с которыми учу работать своих консультантов. Значит, поэтому ваша задача, первое – опросить всех своих ближайших знакомых и родственников, если вы действительно хотите приумножить свои структуры, пригласить новичков в компанию Reflame, не надо их грузить маркетинг-планом. Вот частую ошибку, которую делают новички, они начинают рассказывать все буквально, начиная от бонусов, которые компания платит, заканчивая премиями, поездками на конференцию и так далее. Начинайте с понятного для людей языка. Задавайте им очень-очень простые вопросы и открытые вопросы. Это та же самая схема продаж, только вы продаете не конкретный продукт, а вы продаете возможность. Поэтому первое – научитесь задавать вопросы. Где покупает косметику человек? Сколько ему платят за то, чтобы он там покупал эту косметику? Делают ли ему скидки? Вручают ли ему подарки? И так далее. То есть это самое первое – это может делать даже новичок, который только-только пришел в компанию Reflame. Если говорить о других методах рекрутинга, как работать в рекрутингу, так вот, возвращаясь к своей истории, мне мой консультант предложил зарегистрироваться спустя два каталога, которые я делала заказы. И я внутри переживала, у меня было недоумение даже, я не переживала, у меня было недоумение, а почему он мне раньше этого не предложил, я бы уже давно зарегистрировалась. И поэтому очень часто бывает, что люди, которые вас окружают, вы думаете, что они не согласятся. И вы не предлагаете, и сходя из каких-то собственных умозаключений, думая и принимая решения за этих людей, что им это не нужно, наверное, они не захотят, они не пользуются Reflame, они у меня ничего не покупают. На самом деле спросите их, пожалуйста, об этом. Прямо сегодня, вот у кого есть такая возможность, прямо сегодня спросите. У кого нет сегодня возможности, спросите завтра. Далее, какие еще методы вы используете в своей работе? Вот давайте сейчас посмотрим, какой широкий спектр методов есть приглашения людей, потому что в льготную компанию основная цель – это приглашение людей. Чуть-чуть попозже я вам расскажу о методах, которыми мы работаем со своей командой, и расскажу о взаимоотношениях, которые я строю со своими ключевыми партнерами, потому что это очень важно. Напишите, пожалуйста, в чате, кто имеет отношение к сетевым компаниям, а кто не просто так пришел сегодня к нам в гости, какие методы вы используете в работе, в рекрутинговую компанию? Евгения, спасибо большое. ППД – это расшифрую с нашего сленга сетевого, это «подари подарок другу». Так, какие еще методы кто использует? У нас сегодня есть целая команда, номерами 777. Очень интересно. Так, анкетирование. Я тоже использую этот метод, причем совмещая с методом «подари подарок другу». Мне очень нравится метод анкетирования. Я столько времени экономлю. Промостойка, соцопрос. С промостойкой, ну, я пробовала работать, но мне некомфортно работать промостойкой. Потом немножко расскажу, почему. Соцопрос. Так, ну, соцопрос и анкетирование, мне кажется, это одно и то же. Ну, вот по моим умозаключениям. Так, список знакомых. Замечательно. Мастер-класс. Мы только недавно проводили мастер-класс у нас был. Так, социальные сети. Подари подарок другу опять. Замечательно. Теперь давайте я вскользь расскажу о том, какими мы методами работаем. Ну, сразу скажу о том методе, которым мы пока не работаем. Это метод промостойка. Почему? Мы живем в северном городе. Лето у нас буквально 3-4, там, может быть, 5 месяцев. И получается так, что если мы выставляем промостойку на улицу рядом с офисом, то зимой мы там, ну, естественно, стоять не можем. Летом то ветер, то дождь, то еще что-нибудь, то людям некогда. Ну, а мне самой на промостойке я не люблю работать, мне некомфортно. Я объясню почему. В силу моей широкой души, потому что я такая женщина большая, и когда я стою за промостойкой, мне кажется, что я все место за этой промостойкой занимаю, и меня просто не видно из-за меня промостойки. Мне кажется, что за промостойкой должны стоять красивые, худенькие, элегантные, хорошо одетые, в белых рубашечках, там, с зелеными косыночками, девушки молодые, которые будут приятны глазу. Я знаю, Сергей, спасибо большое, что это предрассудки, но на самом деле, вот я себя так ощущаю, мне комфортнее работать совершенно другими методами. Поэтому, ваша задача, ваша задача, второе, да, то есть, первое, это на расстоянии близко вытянутой руки расспросить всех, сколько им платят за то, что они пользуются косметикой, или где-то покупают ее, и если они покупают у консультанта, то по какой цене, и зачем покупать, платить больше. Значит, ваша задача, попробовать все методы, которые вы можете использовать в своей работе, и выбрать наиболее комфортные. Почему? Потому что, если метод будет вам некомфортен, то я не думаю, что вы достигнете большого результата, потому что все ваше, даже на лице у вас будет написано, что не подходи ко мне, а то убью. Поэтому надо выбрать комфортный метод работы. Молодец, Сергей, я вас поздравляю. Так, значит, теперь смотрите, если промостойка ставится в магазин, то в принципе в магазине мне работать было бы комфортнее. Я, конечно, лидер по своей натуре, я могу перебороть все свои предрассудки, встать и показать, как это делается. Но у нас такая ситуация в магазинах сейчас складывается. До нас, в магазинах у нас, в крупных торговых центрах у нас их немного побывали мои коллеги-конкуренты, так скажем, и испортили вообще впечатление об Арифлейн. То есть вот такая ситуация, что не пускают ни в один торговый центр, потому что было просто испорчено мнение о Арифлейн в целом. Поэтому, когда вы работаете на промостойке, ваша задача не только думать о своей выгоде, но и думать о том, что вы представляете шведский косметический бренд. Поэтому внешне вы должны выглядеть соответствующе. И, естественно, люди, которые будут обращать на вас внимание, будут учитывать это тоже. И подходить к вам и заключать с вами договор или контракт. Значит, для Сергея я вот предлагаю вариант выступить на следующем вебинаре и рассказать о методе промостойка. То есть если у Сергея есть желание, я готова помочь, потому что Сергей, он постоянный участник моих вебинаров. И мне будет самой очень интересно послушать его. А может быть, того, кто скрывается за ником Сергей Добуляк. Поэтому я предлагаю вот такой вариант выступить и рассказать именно об этом методе, потому что я об этом методе рассказать не могу. Значит, мой основной метод, кроме списка знакомых, по которому я работала в самом начале, когда я только начинала. И вы знаете, вот здесь очень важную роль в методе работе список знакомых играет роль ваша систематичность. Вот когда я только начинала свой путь в Арифлейн, вот самое важное качество, которое, я считаю, помогло мне достичь успеха, это исполнительность. Когда приехал наш бриллиантовый спонсор к нам в Котлас и сказала, что сейчас начинается льготная компания, и тот, кто больше всех пригласит людей, получает пену для вам в подарок, конечно, я хотела, чтобы пена была моей. Не потому, что у меня этой пены нет, а просто вот у меня, я такой человек, понимаете, я хочу быть первой среди первых, первых лучших среди лучших и так далее. Я очень амбициозный человек, а амбициозность – это хорошее качество для сетевика. И в тот момент я просто по своему списку знакомых начала прозванивать своих, ну, вы знаете, еще у меня ошибка когда была, я выбирала этому звонить, этому не звонить. И я звонила человеку, с ним встречалась, и просто ему вот прямо напрямую в лоб, без всяких разговоров говорила, даже вот одной девушке, она была няня моего ребенка, когда я была, еще только начинала в самом начале работать в Арифлэм, я совмещала это со своей основной работой. И мне нужна была няня, которая помогала мне учиться в университете. Я заканчивала университет заочно и ездила туда с ребенком. И, естественно, когда я приезжала обратно домой, то мне нужны были вот эти услуги няни. И одной из первых я няне предложила, я ей сказала сразу, Лена, давай все оформляйся, я тебе потом все расскажу. И таким образом Лена у меня стала одним из первых моих консультантов. Так вот, в ту льготную компанию я пригласила с методом теплого, значит, на теплом рынке, то есть всех своих знакомых, пять человек. Причем я провела встречу с шестью, один человек мне отказал, пять у меня зарегистрировалось. Причем каждому я сказала, что нужно делать по 200 баллов. Потому что, когда я регистрировалась, мне сказали, что нужно делать 200 баллов. Я не знала, что нужно меньше. И я думала, что, чтобы получить скидку, мне нужно делать 200 баллов. Поэтому вы можете тоже это использовать в своей работе. И сейчас, кому вы приглашаете, вы можете тоже говорить, что нужно делать 250 баллов, чтобы иметь скидку, потому что это очень выгодное предложение по программе «Премьер-клуб». И вся моя команда вместе со мной, 5 человек, и я 6-я, мы сделали 200 баллов. И я одним каталогом вышла сразу на 9%. Конечно, на меня обратил внимание спонсор. Я получила эту пену. И были люди, я вообще думала, что я проиграла, потому что были консультанты, которые пригласили по 18 человек. Но что меня в этой ситуации сделало первой? Это то, что я не знала, что можно делать меньше баллов. Я всем сказала, что нужно делать 200. И люди меня просто послушали и сделали то, что я предложила. На самом деле, вот скажите, пожалуйста, легко ли сделать 250 баллов? Вот поставьте сейчас, пожалуйста, свои мнения в чате. Легко ли вам делать 250 баллов? Так, кому легко ставить плюс, кому нелегко ставить минус. И мы сейчас посмотрим, кто у нас победит. Итак, кому легко плюс, кому нелегко минус. Вот только сегодня я общалась со своими новичками, кого приглашала в Арифлей. Так, минусы есть у нас. Ну, вот больше плюсов. Я сказала, что у вас рядом есть ваши родственники, которые покупают зубные пасты, покупают гели для душа и покупают мыло где-то. Если вы теперь являетесь владельцем собственного магазина, то ваша задача, чтобы ваши родственники ходили мыться именно в ваш магазин и покупать всю пенно-мыльную продукцию именно в вашем магазине. Теперь скажите, пожалуйста, родственникам по какой цене вы будете предлагать продукцию? Родственникам, например, вот брату, сестре. Вот я первым, кому предложила, это сестре и брату. Ну, потому что это для меня самые близкие люди. Естественно, по каталогу, да? А я предложила ниже, чем цена каталога. Почему? Потому что мы с ними договорились по цене каталога. Ну, это у нас, да, это у нас спецы идут, да, которые у нас умеют родственникам по цене каталога продавать. Я вам, кстати, фишку тоже одну скажу. У меня девчонка в структуре есть, Юля Подсекина, и она своим родителям продавала по ценам каталога, но родители ей поставили условие, что они ей не дают денег на карманные расходы. Поэтому вот можете использовать это по отношению к своим детям или использовать как фишку, например, когда вы работаете с детьми. То есть это очень удобно. Родители покупают только у нее. И у нее и на подарки покупали родители косметику, например, когда шли на дни рождения или на какие-то праздники. Ну и вообще для домашнего пользования. Поэтому я, например, брату и сестре предложила со скидкой косметику, не по цене каталога. Но мы с ними договорились, что они делают заказ на определенную сумму. Так как мне нужно было собрать 200 баллов. Поэтому мы договорились, что они делают заказ на 50 баллов, например, я им по своей цене отдаю косметику. Ну а там, где уж чего они там насобирают, это уже не мои заботы. Поэтому самые первые люди, кому вы можете предложить косметику для того, чтобы сделать 250 баллов, это ваши родственники. И представьте, если их очень много проживает рядом с вами в вашем городе, то 250 баллов вы сделаете легко. И мы сегодня специально даже считали о том, что даже если вы им отдадите по своей цене продукцию, вашим родственникам, например, близким, то за 250 баллов компания вам заплатит 750 рублей премии и плюс вы получите 3% скидку, примерно 200 рублей. То есть получается около 1000 рублей вы получите чистого дохода. Чистого дохода. То есть это неплохо просто помыть родственника. Поэтому не забывайте об этом тоже. И вот я в самом начале, когда предлагаю своим консультантам делать заказ, я им предложила на 200 баллов, не знаю, родственников они мыли или так собирали заказы, но 250 баллов сделать очень легко. Вот так я работала по списку знакомых. Теперь мы работаем в основном методом подарить подарок другу и анкетированием. Вот сейчас я, если вам интересно, расскажу, каким образом у нас проводится встреча. Вообще в социальной сети я где-то делала ролик, не в социальной сети, а на канале YouTube я однажды делала ролик, где показывала, как я провожу встречу. Но самое первое, давайте я сейчас расскажу о том, как мы это делаем с моим консультантом. То есть вы, это понятно, но очень сложности возникают именно обучить другого человека. Каким образом проводить встречи, каким образом проводить обзвоны, поэтому сейчас я больше упор сделаю на этом. Итак, самое первое, вам нужно выяснить, с каким человеком вы будете работать в льготную компанию. Лучше взять несколько человек. То есть как это делаю я? Я обращаю внимание на активных людей, которые есть в моей структуре, и просто с ними общаюсь. После того, как они у меня зарегистрировались, я всегда им говорю одну и ту же фразу. Если вы научитесь делать 150 баллов, я расскажу вам о том, как заработать в компании Reflame 15, 20, 30 тысяч рублей. Обычно людям это нравится, их это интересует, и они стараются. И здесь как раз вы проявляете лидерские качества каждого человека. В чем заключается суть лидера? Лидер – это человек, который дает возможность проявить лидерские качества, проявить человека, проявить качество человеку, которые пригодны ему для дальнейшей работы будут или не будут. Вот если вы понимаете, что человек, вы раз пригласили, вот у меня сейчас ситуация сложилась, я пригласила девчонку, которая делает 150 баллов легко, но она небольшого возраста, 15-16 лет. Я ее пригласила на встречу для того, чтобы научить ее делать обзвоны. Она не пришла, не позвонила. Скажите, пожалуйста, сколько раз я могу дать шанс этому человеку? То есть вот я, например, работаю со структурой. Пока вы пишите в чате, я вам буду продолжать дальше тему. Я когда работаю со структурой, я предлагаю каждому. Ну, то есть я с каждым общаюсь и говорю о том, что у тебя есть возможность научиться зарабатывать больше, но тебе нужно научиться делать 150 баллов в каталог. Вот как сделаешь, так мы и поговорим сразу. Вот это как вот лакмусовая бумажка. И человек, если вы видите, что он старается, что если он делает, то, соответственно, с ним я уже встречаюсь дальше. Дальше. Совершенно верно. Три раза. Вот меня научили мои коллеги, не верхние спонсоры, нет, мои коллеги по бизнесу, мои виртуальные друзья, причем которые находятся на уровне выше, чем бриллиантовый директор, они меня научили вот некоторым золотым правилам. Ну, первое правило – это никогда не ругать. То есть никогда не ругать. Вот я раньше бывала, что вот человек не пришел на встречу, я ему позвоню по телефону и говорю, ну, что ж ты не пришел, вот я тебя ждала, я время потратила, я там, какой же ты ненадежный и так далее. Вот это самая первая ошибка лидера. То есть ни в коем случае нельзя ругать. Самое первое, что нужно позвонить и сказать, слушай, привет, вот ты сегодня не пришел, наверное, не смог. В общем, ваша задача – придумать любую причину, чтобы оправдать то, что человек не пришел. Как вы думаете, зачем? Зачем это надо? Напишите, пожалуйста, в чате, а я буду продолжать. Значит, я должна позвонить, или я звоню и говорю, слушай, привет, вот здорово, что ты не пришел, потому что я так была сегодня занята, у меня столько народу было, или там, например, мне самой сегодня было некогда. Вот здорово, что ты даже вот не пришел, и меня освободила от того, что наша встреча не состоялась. Совершенно верно, Настя, вы совершенно правы, потому что если вы звоните и начинаете говорить человеку, что как тебе не стыдно, я тебя ждала и так далее, вы вызываете у человека чувство вины. И хоть второй, хоть третий шанс давайте, он редко когда придет, потому что, вы знаете, он будет чувствовать эту вину подсознательно, даже если причина была очень уважительная, и он не смог вас предупредить, потому что есть совестливые люди, которым очень стыдно и неудобно, и они не хотят вас подводить, и они просто скажут, что я не буду работать лучше, чем я буду вас подводить. Поэтому ваша задача дать второй шанс. Вот это, кстати, Алексей Колтун очень использует в своей работе хорошо. Вот он говорит, привет, слушай, здорово, что ты не пришел, вот у меня сегодня тоже было столько дел, я бы тебе внимания не смог уделить и так далее. Да, и вы совершенно верно, я снимаете страх и напряжение с новичка, и вы даете ему второй шанс. То есть второй шанс, и у него, знаете, как груз с сердца упал, что слава Богу, что я не пришел, значит, можно вот прийти второй раз. Второй раз, если человек не пришел, вы можете снова позвонить и сказать, слушай, ну друг, вот, ты знаешь, я тебя ждала, ну ладно, вот сегодня ты не пришел, значит, давай уж третий раз, где два, там и третий. Но на самом деле, если и третий раз вы даете шанс человеку, он не приходит, то один раз говорят, это случайность, два раза это закономер, тенденция, три раза это закономерность. Поэтому с этим человеком, я думаю, что вам не по пути, потому что этот человек необязательный, и этот человек не имеет чувства ответственности, которое очень важно. Так вот, когда мы общаемся с консультантами, а у нас очень много сейчас пришло новичков, и я всегда вычленяю и говорю всем одно и то же. Но смотрю, кто как себя будет вести. И если человек, я вижу, что он старается, делает 150 баллов, то я с ним встречаюсь на индивидуальную встречу. После того, как мы встретились, я говорю о том, что давай мы так с тобой договоримся, ты будешь делать звонки дома, а я буду проводить встречи в офисе. Вы знаете, я пробовала разные варианты. Я пробовала, давай мы вместе с тобой будем в офисе звонить и в офисе проводить встречи. Это не прокатывает у меня. Вот не знаю, почему у меня это не прокатывает, потому что мне надо быстрый результат. Я хочу быстро расти. Я хочу, чтобы у меня структуры быстро росли. Поэтому мы разделяем полномочия. У нас маленькая команда. Это ты и я. Или вы и я. Потому что я иногда беру 2-3 человека, не важно сколько. Я говорю о том, что вы будете звонить дома, а я буду в офисе проводить встречи. У меня есть очень надежный помощник, называется он iPad. Я думаю, что у кого-то есть планшетники, у кого-то есть телефоны, у кого-то есть сканеры и так далее. Каким образом у нас проводится встреча? То есть по звонку я с человеком репетирую текст. Текст у меня написан уже на бумаге. Сделана заготовка. И он садится рядом со мной. И мы с ним прочитываем текст. Я ему говорю сразу по тексту, где какие паузы нужно сделать, где что нужно, что обратить внимание, какие акценты расставить и так далее. И вот буквально позавчера мы делали обзвон с новичком, которая зарегистрировалась неделю назад. То есть она пришла в последнюю неделю четвертого каталога. Зовут ее Светлана. И мы с ней, я посмотрела, она сделала сразу заказ на 50 баллов. Мы с ней встретились на сопровождении. Я ей рассказала, что есть стартовая программа. Она сказала, что ее интересуют деньги и что она будет стараться делать 150 баллов. И причем, что послужило катализатором того, что я к ней обратилась. Это ее заказ в последний день работы каталога на 20 баллов. То есть за неделю последнюю она сделала заказ на 70 баллов. И когда мы с ней списывались в социальной сети, я ее спросила, Светлана, вы сегодня заказ делали? Она говорит, да. Я говорю, молодец какая. Она говорит, а у меня еще сегодня встреча с клиентом будет. И я говорю, ну каталог через час заканчивается. Она говорит, а я уже с ним по пятому каталогу буду работать. И она в первый день пятого каталога делает заказ на 30 баллов и закрывает шаг 1 стартовой программы. Вот такие люди меня интересуют. Вот такие люди нам нужны. Поэтому ваша задача конкретно работать с каждым человеком. Вот многие говорят по интернет-бизнесу, когда вот ведут бизнес через интернет, что есть большое количество регистраций, но очень мало делают заказы. Вы знаете, вот это чисто мое мнение, потому что есть много методов разных, и все работают, у кого-то может получаться, но я не хочу перелопачивать гору людей для того, чтобы там 10% сделали заказы. Я лучше качественно поработаю с меньшим количеством людей, но найду потенциальных лидеров, которые будут работать со мной дальше. Дальше мы с Светланой встретились в понедельник вечером уже, и я ее посадила рядом с собой, и мы сразу с ней сделали обзвон. Она умница, она педагог, воспитатель детского сада, поэтому у нее текст вообще идеально вложился на речь. Мы с ней расставили акценты, и я ее отпустила в освояси. Ей было дано задание обзвонить своих знакомых, и ей девчонки-спонсоры дали пару анкет. Вот Женечка здесь, как раз Женя ей дала анкеты. Вы знаете, что самое интересное? Я не надеялась на то, что Света сделает обзвоны, потому что на следующий день, на вторник, когда были назначены встречи, и встречи проводила уже я и Женя, была вместе со мной ее вышестоящий спонсор, так скажем, по отношению к которому она является. Ну, в общем, Света у нас как раз в структуре Жени. И она, у нас никто не пришел, то есть на одно время никто не пришел, и мы подумали, что Света не делала звонков. Я Жене еще звоню, говорю, Жень, скажи, пожалуйста, делала Света звонки или нет, потому что у меня нет контакта. А в социальной сети я пишу, а у нее не, она не отвечает. И в итоге оказалось, что она пригласила, Жень, напиши, сколько, пожалуйста, человек она пригласила. А у нее пришло, один человек пришел и пришел с подругой. То есть пришла девчонка, и пришла еще и с подругой. И причем обе зарегистрировались, то есть обе оформили дисконтную карту. Самое интересное, что одна из них брала у кого-то из консультантов по дистрибьюторским ценам, но не знала о том, что есть программа лояльности для клиентов, что есть дополнительные подарки, которые получает консультант. Ну и, да, на 16 часов два человека. Так вот, видите, она написала на 17,4, на 18,9 человек. То есть это было у нее приглашено. И у нее пришло всего один человек. То есть мы, конечно, немножко подрастроились, что качество обзвона было, может быть, не очень. Качественное, да. Но все равно мы порадовались, и мы поздравили Светлану с тем, что она получила свои первые регистрации. Если Светлана здесь, я тебя еще раз поздравляю. Если нет, то Женя ее вчера уже поздравила и от моего имени, и я ее поздравила тоже. Вот таким образом у нас строятся отношения. То есть я провожу встречи консультанту до того момента, пока он не выйдет на 9%. Он делает обзвоны. Вот, Светочка здесь у нас сегодня. Давайте ей поаплодируем. Она у нас новичок. Аплодисменты – это восклицательные знаки. И мы надеемся, что тебе будет с нами интересно. Так вот, мы даем возможность проявить человеку свои качества. Если он качества свои проявляет, то мы обращаем внимание на этого человека. Задача Светланы сейчас – звонить, звонить и звонить, потому что на нее будут работать три спонсора. Это Женя, это Ирина и это я. То есть три человека будут работать на Светлану сейчас, чтобы она быстрее вышла на уровень 9% и получила свои заслуженные полторы-две тысячи рублей и окупила все свои звонки. Что же происходит дальше? Вот Женя мне не даст соврать. Как только у меня консультант выходит на уровень 9%, я начинаю говорить о том, что пора ему уже приходить в офис и проводить встречи. Но это не значит, что 9% консультант только звонит. Вот моя задача – провести презентацию. Дальше что я делаю? Я беру… А, как проходит презентация? Ну, стандартная корзинка с продукцией, анкеты с рекомендациями, где написано «Напишите своих друзей». У нас 20 строк в анкете. И есть еще анкетка «Выяснение потребностей», где нужно поставить «Да» или «Нет». Ответы на вопросы. Так вот, в большой анкете, когда человек приходит, мы говорим «Здравствуйте, вы пришли на рекламную акцию компании «Арифлейм». Иногда мы ее не называем «Подари подарок другу», иногда называем «Весеннее настроение», «Весна идет» или «Летний экспресс». В общем, как компании акции, какие проводят, мы так их и называем. Или «Живи ярко». Вот зимой мы проводили «Счастливый вместе с Арифлейм», она называлась. Не важно, как она называется. Мы говорим, что цель акции, чтобы каждый житель нашего города попробовал продукцию компании «Арифлейм». И сегодня вы уйдете отсюда с подарком. Чтобы получить этот подарок, вам нужно написать своих знакомых, чтобы акция на вас не закончилась. Если вы пишете 5 человек, вы получаете в подарок мыло. Если 10 человек – кремы для рук, мы дарим кремы мечты. Если вы заполняете полностью всю анкету 20 человек, то вы получаете любой подарок из корзинки. Что у нас лежит в корзинке? Да все, что угодно, вплоть до туалетных вод. То есть я смотрю по своему товару, то есть что у меня куплено на распродажах, то есть что-то мы брали, например, в качестве каких-то рекламных вещей. Да не важно, понимаете, здесь не важно. То есть положите в корзинку, что у вас по акциям бесплатно пришло, не играет роли. Но здесь что очень мне нравится? Здесь вот идет, человек выбирает. То есть 5 человек он пишет, 10 или 20 он человек пишет. И вторая анкета у нас, вы знаете, очень редко не заполняют. То есть это бывает, ну один человек там в акцию придет, который наотрез отказывается писать. Так вот, следующее. Это маленькая анкета на выяснение потребностей, где задаются вопросы. Наша задача сэкономить время на акции, ведь акция идет 30 минут всего. И мне за 30 минут нужно еще и о возможностях компании рассказать. Поэтому мы даем анкету и сразу по анкете смотрим, как отвечает человек. Вот он пишет, например, пользуетесь ли вы продукцией Reflame? Да. Приносит ли вам каталог Reflame? Например, да. Хотите ли вы, чтобы наш консультант приносил вам каталог Reflame? Некоторые пишут нет, значит понятно, что ему приносит кто-то свой консультант. А если он пишет да, то значит получается, что ему приносит человек, который не играет для него никакой роли, или может быть он просто хочет получать каталоги. Но вот следующие вопросы, они главные. И там мы задаем вопрос, есть ли у вас дисконтная карта Reflame? И хотите ли вы оформить дисконтную карту Reflame на скидку, ну сейчас уже 18% и получать подарки? И вот этот вопрос является ключевой. Как только я вижу, что на этот вопрос человек поставил да, я ничего ему не рассказываю. Я просто переворачиваю эту анкету и говорю, вы хотите оформить дисконтную карту? Давайте я запишу ваши данные. То есть человек отдаёт мне все данные, которые нужно. И я ему потом даю каталог и рассказываю, что нужно делать. То есть ваша задача к понедельнику сделать заказ на 650 рублей по ценам каталога и дисконтная карта, которая стоит 149 рублей будет для вас бесплатно. Но сейчас вы мне отдаёте 149 рублей, потому что стоимость дисконтной карты 149 рублей. Вы знаете, люди отдают. Вот Женя не даст соврать, потому что многие считают, что льготка здорово, когда там 10 рублей регистрация, там еще как-то. Но когда мы говорим, вот мы даже эти акции проводим, вы не льготные компании. И мы говорим 149 рублей, люди отдают 149 рублей. Потом, когда человек размещает заказ, мы просто кладем эти 149 рублей на счет. Здесь, конечно, есть такое напряжение со стороны спонсора, что ему нужно не забыть эти 149 рублей положить, но это уже говорит о какой-то ответственности. То есть человек все-таки бизнесом занимается, а не в игрушки играет. И поэтому мы эту акцию проводим постоянно. О, замечательно. Завтра в 19 часов Сергей Добуляк будет рассказывать о промостойке в этой же комнате. Сергей, если у вас нет модераторской ссылки, вы мне напишите после вебинара, я вам сделаю модераторскую ссылку. Так, ну что ж, продолжаем дальше. После того, как вы у человека данные взяли, с каталогом его отправили, теперь вся основная задача работы с новичком ложится на светлану. Ну вот конкретно, раз уж мы говорим о ней. То есть что я делаю? Я фотографирую на iPad анкету. Замечательно. Второе. Я фотографирую рекомендательную вот эту с телефонами анкету и отсылаю все Светлане. Вот Светлана первая свои анкеты вчера получила. И фотографирую вот где регистрации занесены, вот данные все. Теперь задача Светланы первая. И на анкете я пишу, что в понедельник или в пятницу. Ну вот Женя вчера была, Женя с ней связывалась, что в пятницу нужно позвонить этим девочкам, взять у них заказы и провести эти заказы. Или научить их проводить заказы по интернету. То есть вот в чем заключается работа Светланы дальше. Кроме этого, Светлана пойдет получать заказ вместе со своими новичками. То есть дальше начинается техника плотного сопровождения новичка. И на встрече с новичками первый раз, естественно, с ней пойдет Женя или я, или Ирина. То есть первый раз новичками мы все равно сопровождаем и стараемся приходить, если человеку непонятно или он просит помощи. И таким образом происходит знакомство новичка непосредственно с тем человеком, кто ему звонил. Вот такая работа в команде, она себя оправдывает. Чем? Я не люблю звонить и у меня нет времени на звонки. Но я люблю проводить презентации. Мне это делать очень легко. И причем практически 50% людей регистрируется, если я провожу презентацию, а может даже и больше. И наша задача выполнять те, помните, я вам говорила, делайте то, что вам нравится. Объединяйтесь с другими людьми, работайте методами, которые вам нравятся. Теперь дальше сопровождение новичка проводит все света, общается с новичком света, контролирует все света. Вот как это делают и Женя, и Ирина. И таким образом задача наша в команде Светланы найти активного человека и точно так же договориться с ним. Пока это делаем мы сами. То есть мы сами ищем, мы сами договариваемся, мы сами обращаем внимание на этого человека, мы сами общаемся с этим человеком. Света это все научится делать только чуть-чуть попозже. Но когда Света выйдет на уровень 9%, мы можем скажем, Света, ты хочешь расти дальше? Давай учиться проводить презентации. Твоя задача сейчас, у тебя есть новички в команде, которые хотят делать обзвоны. Твоя задача, они делают обзвоны, ты приглашаешь и приглашают на встречи с тобой. Ты проводишь презентации и точно так же переправляешь им анкеты или по сканеру, или там телефоном фотографируешь, или как-то по-другому, и для того, чтобы этот процесс был бесконечен. Когда человек выходит... А, еще, кстати, с 9% уровня, то есть до 9% уровня я обеспечиваю человека всем. Каталогами, анкетами, подарками. То есть это даю все я. Я вкладываю таким образом деньги в свой бизнес и в того человека, с кем я работаю. С 9% уровня я уже прошу анкеты приносить свои на встречи, то есть печатать каталогами, запасаться, но подарки пока даю я. С уровня 12%, вернее, наоборот, с 9% анкеты, с 12% я уже прошу каталогами обеспечивать акцию. С 15% продуктами. То есть с 15% человек уже реально может купить сам продукцию на акции своих консультантов, каталоги и напечатать анкеты. Вот таким образом происходит помощь спонсора по отношению к своим ключевым консультантам. И самое важное, это все время искать и искать и копать в глубину. Девчонки будут рекрутировать самостоятельно. Они будут проводить, они уже, Женя, например, умеет уже встречи самостоятельно проводить. Потому что она вот на 9%, но она уже несколько дней самостоятельно проводит встречи. Конечно, получается сначала не очень, может быть, слаженно и не очень хорошо, но самое важное, вы знаете, что нужно делать. Если вы делаете, у вас все получится, у вас мастерство точится со временем. И таким образом работа в команде, распределение ролей, оно вот играет свою роль. И люди, во-первых, исплачиваются, и друг другу начинают помогать, и растут. И льготная компания проходит очень-очень продуктивно. Ну вот приведу вам пример, кто еще не слышал. Ирина Кушнир, у меня консультант, которая сейчас на 12% уровне, она пришла 2 января, во втором каталоге она вышла на 12%. Женя пришла 21 января, пока она на 9%, но сейчас мы нашли. Самое важное – найти ключевого консультанта. А для этого нужно много-много людей нарегистрировать и понять, вот профильтровать этих людей, что все-таки кто готов работать дальше. Потому что мы всякие варианты использовали. Мы и давали людей, например, тем консультантам, которые сами не делали обзвоны. Но что получалось? Консультант, вы знаете, как мачеха и, как сказать, то есть он не контактировал с этим человеком, и человек не хотел контактировать с ним. То есть такая ситуация получалась, в неделю проходит встреч. Так, сколько у нас в неделю проходит встреч? Вот когда я работала в льготную компанию предыдущую, а это у нас было в счастливом месте, я проводила встречи ежедневно с 14 до 18 часов. Кроме, сейчас я скажу, значит, я проводила понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Пять дней. Может быть, не каждый день, но старалась. Значит, и не всю льготную компанию мы работали. Может быть, две недели, может быть, три недели. Ну, две недели, наверное, в общей сложности с 14 до 18 часов. Значит, сколько звонков делают новички? Жень, напиши, пожалуйста, сколько примерно звонков ты делаешь в день? Ну, вот и Светлана уже, наверное, статистику свою имеет. Вот Светланы сегодня навстречу приходили, так, раз, два, три, четыре, было на 16 часов 4-5 человек, и было на 17.30, были на 17, и на 18.00. Сегодня было очень много детей, ну, знаете, таких подростков. Я не очень люблю работать с 14-летними детьми, потому что здесь еще вопрос с родителями, все время надо утрясать. У нас сегодня одна, по-моему, регистрация только, потому что с детьми я просто пообщалась и сказала, что если вы хотите получать продукцию дешевле, придите, пожалуйста, в офис уже осознанно. Ну, то есть, с мамой поговорите, если мама согласна, то приходите в офис, и кто надо, там обычно доходят. То есть, это я не первый раз уже работаю. Но вот одна сегодня регистрация, по-моему, была. Так, какая статистика была бонуса? Сейчас все скажем. Итак, Жень, напиши, пожалуйста, сколько примерно вы обзваниваете? Час отдаю на обзвон примерно 40 человек. Вот Женя пишет. Света Стрекаровская, если ты здесь, напиши, пожалуйста, сколько ты сегодня примерно сделала звонков, ну, чтобы мы могли понять, сколько человек пришло. То есть, сегодня пришло 4, ну, вот я сказала, 5, 6 и еще 4. И самое интересное, самое интересное, знаете что? Вот та девчонка, которая вчера зарегистрировалась, позавчера, в понедельник зарегистрировалась, она сегодня пришла со своими гостями, которые пришли на акцию. И из трех человек у нее один человек зарегистрировался. То есть, мы уже зарегистрируем под ту девочку, которая была в понедельник. Потому что это хороший тоже знак. Так, ну, Света, если здесь напишет, если здесь, то нет. Так, теперь дальше. Что происходит дальше? То есть, метод «подари подарок другу» мне очень нравится. Потому что он у нас не просто так, что мы там тупо подарки отдаем и все. Но мы еще очень через фильтры пропускаем определенные анкеты. Причем, за час 30 звонков. Ну, вот видите, 30-40 звонков. Причем, пусть сегодня регистрации немного, но я думаю, что если Светлана будет звонить ежедневно, то я думаю, что результат будет очень хороший. Сегодня просто пришел детский контингент. Вот на первую встречу в 17 часов пришли дети, поэтому с ними мы даже, я не очень стала общаться. Так, текст обзвона. Не буду говорить. Он у меня есть в социальной сети. Просто вам нужно найти это видео. ППД оно называется. ППД так и называется. Не в социальной сети, он есть у нас на Ютубе у меня. Просто сами найдете это видео. ППД. Там просто, а, подождите, у меня есть тексты обзвона все на Ютубе. Поэтому зайдите на мой канал Ютуб, не на Ори он называется. Там все просто прорышите и все найдете. Можете в поисковике набрать звонок, по-моему, первый звонок, так скажу сейчас, звонок приглашения на встречу. Как-то так вот называется. Дайте ссылку. Да, сейчас у меня, видите, одна рука у меня наперевезела. Я уже говорила, что у меня поломано плечо, а вторая пока занята. Не могу сейчас дать, попозже. Так, давайте дальше. Так, Бо. Так. Значит, вот и Женя пишет. Ирина, люди берем из анкеты, в которых пришедший человек, пишет своих друзей. Кому он хочет в компании Reflame, сделай подарок. То есть все, это как, знаете, как снежный ком. Огромное количество людей пропускаем просто через офис. Но это работа. Это такая же работа, как все остальные. Про этот метод работы мы поговорили. У нас есть еще другой метод. Это конкурсы. Этот метод очень хорошо работает в социальной сети. Причем, подводить итоги конкурсов можно онлайн, а можно и офлайн подводить итоги конкурсов. Я люблю работать онлайн, переводить в офлайн. То есть я люблю работать со своим регионом. Ну и вам расскажу сейчас пару секретов, открою, каким образом мы работаем. Ну вот буквально сегодня мы подводили итоги конкурса, который назывался «Мисс весна 2013». Конкурс этот был у меня в одной из групп в социальных сетях. И мы, у меня есть администратор по совместительству, консультант уровня 12%, который работает со мной. Значит, цель любого конкурса – это приглашение в компанию «Арифлейм». Для чего тогда конкурс нужен на отвлеченную тему? Вы знаете, вот если бы мы всем… Вот мне совсем недавно в социальной сети девушка одна написала, что «Добавьтесь ко мне в группу». Я по ссылочке прошла, посмотрела группу «Арифлейм», написано там. Я ей задала вопрос «Зачем?» «Зачем я должна добавиться в вашу группу?» Она мне такой довольно-таки глупый ответ прислала, написала, что для количества непонятно. То есть цель – рекламировать «Арифлейм», добавлять туда кого-то из «Арифлейм» для количества. Мне вот такие приглашения такие непонятные. То есть я считаю, что это просто вообще пустая трата времени. Конечно, может это в каком-то проценте сработает, но это представьте, сколько нужно приглашений разослать огромное количество. И как вы относитесь к спам-рассылке, когда вам присылают всякие уникальные предложения. Конечно, есть люди, которые реагируют и которые регистрируются, но это очень небольшой процент. Нужно перелопатить огромное количество людей. И я считаю, что это совершенно неправильный метод работы в интернете. То есть в интернете суть в чем? Люди ищут вас. То есть если оффлайн вы работаете, вы ищете людей, то в интернете люди ищут вас. Ваша задача – сделать так, чтобы они нашли. Так вот, когда я создаю группы по интересам в социальной сети, а вот сейчас я запускаю еще одну группу, не все проекты удачные, ну я пробую, не бывает так, что прям все по маслу идет. Я пробую, набираю опыт, анализирую, делаю работу над ошибками, двигаюсь дальше и так далее. То есть, ну в основном один из методов работы – это конкурсы. Я не скажу, что это единственный метод, но это один из методов, который мне очень нравится. Значит, мы, сейчас поправлю, у меня тут эти перевязь моя, у меня фиксирующая повязка на одной руке, в общем, не очень удобно сидеть. Вот. Значит, мы объявляем конкурс, предположим, администратор занимается полностью конкурсом. То есть цель в чем? Составить условия конкурса, дать рекламу и приглашать людей принять участие в конкурсе. Конечно, у нас есть конкурсы, где принимают участие более 200 человек. Вот почему-то очень классно срабатывает конкурс «Романтическая пара». Все зависит, наверное, от приза. Там мы даем очень хороший приз. Это романтический ужин в одном из кафе города. Причем классно, если вы договоритесь с кафе, который проспонсирует этот ужин. И вот в прошлый год мы договорились, в этом году я понадеялась на администратора, кафе, но она не донесла информацию до владельца кафе. В общем, мы просто пролетели, и мне пришлось оплатить ужин. Ну, а мы в полторы тысячи уложились. Представьте, что это вложение в ваш бизнес. Полторы тысячи рублей. Потому что вы что в подарки вложите, что вы вложите в каталоги, что еще куда. Ну, в общем, не суть важна. То есть, этот метод, конечно, смотрите от достатка. То есть, если вы начинающий консультант, делайте соответствующие подарки. Ну, вот какие подарки можно делать? Сейчас акция была «Фен Филлипс» в каталоге шел. Ну, чем неплох подарок? Замечательный подарок. И у нас сейчас вот как раз одна акция идет рекламная, как раз этот «Фен Филлипс» в подарок. Ну, вот. А есть конкурсы, которые срабатывают, есть конкурсы, которые не срабатывают. Но факт тот, что вам нужно пробовать. То есть, пробовать разные варианты. И вот когда вы объявляете конкурс, моя задача провести этот конкурс, набрать большое количество людей и в группу, и участников конкурса, и подвести итоги в офисе. То есть, я вот в основном стараюсь делать так. Мне это нравится. И вот конкретно сегодня в офисе мы приглашали всех участников конкурса. Администратор списывалась с каждым. И объявление на стене у нас было. У нас пришло... Северина Кушнир здесь. Напиши, пожалуйста. Ну, человек, наверное, 15, может быть, пришло у нас вместе со спонсорами. Причем на каждый конкурс мы стараемся искать спонсоров, чтобы самим все время не светиться, что Арифлэйм спонсор и так далее. Конечно, мы даем подарок. Вот, например, в этом конкурсе у нас был подарок номинации одной. Но вы знаете, если все время вы будете финансировать конкурсы, спонсировать, то это будет... Ну, просто людей тошнить будет от Арифлэйм. Вот так скажу. Потому что не все люди пока лояльны к этому бренду. А наша задача сделать, чтобы они были лояльны. Да, вы знаете, Юля, создание и продвижение группы, в названии которых есть Арифлэйм, это в основном тусуются там консультанты Арифлэйм. То есть если вы конкретно продвигаете бизнес, деньги, информацию о продукции, то есть в основном очень большое количество консультантов туда добавляется. И как-то вот я не очень приветствую группы, которые конкретно в названии имеют слово Арифлэйм. Ну, не знаю, вот это мое мнение, может быть оно ошибочным, но я вот так считаю. И давайте вернемся к конкурсу сейчас. Конкурс у нас прошел, сегодня спонсоры пришли с подарками, наградили победителей. И задача была провести анкетирование, конечно, помните, я люблю этот метод работы. То есть каждый участник получил анкету и отметил там да-нет, да-нет, да-нет. То есть, конечно, мы 12-15 человек обработать не смогли сразу, но обратили внимание, что 7 или 8 человек, естественно, я там слово сказала приветственное по поводу Арифлэйма, почему в офисе Арифлэйм люди находятся, и какие возможности вы можете получить именно по поводу дисконтной карты. И немножко другое отношение стало к Арифлэйм, потому что призы были совершенно от разных спонсоров, но людям, может быть, было интересно, что... Я всем говорю о том, что вот есть компания Арифлэйм, есть партнеры компании Арифлэйм, и у нас есть социальные проекты, то есть социальные проекты, которые мы финансируем. Социальные проекты. То есть это наша вот социальная ответственность, вот меня как предпринимателя, поэтому вот один из проектов, это наша группа, и мы размещаем там полезную, интересную информацию, причем не на тему Арифлэйм, и проводим конкурсы для того, чтобы вам было интересно. Ну, естественно, раз мы имеем отношение к Арифлэйм, мы проводим на территории офиса Арифлэйм, но это не имеет значения. Можно в кафе провести подведение итогов. Здесь совершенно не имеет значения, где вы будете итоги подводить. Можно подвести подведение итогов в вебинарной комнате. У нас был такой розыгрыш призов в прошлой рекламной акции, 8 призов мы к 8 марта разыгрывали. У нас 2 регистрации пока, 2 регистрации с этого конкурса. То есть замечательно, из 8 человек 2 зарегистрировались. Запись вебинара пока идет. Да, но запись вебинара, я сразу предупреждаю, бесплатная она не высылается. Она высылается только платно, стоимость 150 рублей. То есть если вы захотите ее получить, вы можете только ее купить. Так как я не высылаю записи бесплатно. Значит, некоторые высылаю, конечно, но здесь все-таки дается такой секретный материал, поэтому приходите на вебинары, лично присутствуйте, записывайте. А записи все, кто не пришел, тот уже только платно может получить. Дальше. Значит, вы конкурс провели, подвели итоги, рассказали о дисконтной карте, собрали анкеты. Вот если вы анкеты не соберете, считайте, что вы все зря сделали. То есть вы не получили обратной связи. Вот какое бы мероприятие вы не проводили по рекрутингу, если вы обратную связь не получили, считайте, что вы зря сработали. У вас должен быть обратная связь. Это ответы «да», «нет», на какие вопросы вы хотите получить ответы. И обязательно контактный телефон и имя. Я сегодня обратила внимание, как заполняли анкеты. Вот она женщина, вот настолько она всего боится, что ее сейчас, вы знаете, в Арифлэн прям запихают, затолкают. Она написала, только на два вопроса ответила, там, носит каталог «да», получает там, хотите ли приносили, чтобы каталог «нет», пользуетесь ли продукцией «да», и все, и написала Оля, и убежала. Понятно, что она или у кого-то у консультантов покупает, или сама консультант, но она так и боялась, что ее сейчас, вот, знаете, свяжут и зарегистрируют. Так вот, самое важное – это обратная связь. Очень важно вообще собрать бы людей сразу. Но сегодня у нас проводила конкурс Ирина одна, плюс я, плюс муж. Спасибо большое второму администратору группы, она пришла, вот просто, она была спонсором нашего мероприятия, второй администратор, потому что у нее есть свой небольшой, маленький бизнес, и она помогла очень хорошо. Но здесь вот минус какой? Нужно было просто организовать, пригласить команду. И если бы людей было больше, можно было бы распределиться и просто пообщаться сразу с теми, кто написал «да», потому что люди написали «да», хотят дисконтную карту оформить, но так как к ним никто не подошел, они сразу убежали. Потому что Ирина подошла к конкретной девушке, которая «да» сказала, данные у нее взяла она. Ну вот теперь работа просто залучна, пообщаться с этим человеком и оформить карту. Если бы конкурс подведения итогов было в интернете, скажите, пожалуйста, что важно в качестве обратной связи в интернете? Напишите, пожалуйста, здесь в чате. То есть если мы в офисе в качестве обратной связи собираем анкеты с телефонами, то что важно в качестве обратной связи в интернете? У кого какие есть догадки? Электронная почта, причем добровольно данная электронная почта. Скажите, пожалуйста, как можно получить в интернете добровольно отданную электронную почту? Как можно получить в интернете добровольно отданную почту? Электронный ящик. Анкета Рассылка, совершенно верно Это страница, раз с подписки Это регистрация человека в электронную рассылку Есть два сервиса Один сервис называется Smart Responder Если вы хотите вести бизнес через интернет Вам придется научиться пользоваться этим сервисом Потому что все страницы рекрутинговые Которые вы будете создавать в интернете С какой бы группой вы не работали в интернете Вам нужна обязательно подписная страница Что такое подписная страница? Это страница, где человек оставит свой электронный адрес добровольно Добровольно Вот знаете, конечно, Виктор, замечательно Письма через соцсети Но вы замучаетесь писать эти письма Вот у меня, например, сегодня я делала рассылку 69 человек пришло на вебинар Но я сделала рассылку без 18 уже сегодня 700 человек 700 писем я разослала Потому что там майловские ящики заблокированы были Я разослала за буквально Вы видели, кто видел, 3 строчки Или там 5 строчек Потому что я одной рукой сегодня написала У меня вторая рука, я еще раз повторяю, сейчас на перевязи Так вот, какой ресурс лучше для рассылок? Вы знаете, я смарт-респондером не пользовалась Я пользовалась рассылкой Unisender Но меня не очень устраивает этот ресурс Я не знаю, может быть на смарт-респондере не блокируются адреса на сервисе Mail И не знаю Потому что вот этот сервис просто озверел, я считаю У меня в рассылке раньше, когда я проводила курс Добавлялась картинка И сервис Mail даже расценивает письмо как spam Если в картинке, ну если присутствует в письме Например, зеленые, красные цвета То есть шрифт у меня был зеленый У меня сразу по шрифту, по зеленому Все, значит, как spam расценили Вообще очень ужесточен сейчас сервис рассылок Ну и spam очень много посылается Но вот жалко, что страдают люди Потому что я еще и налоги плачу Ведь я веду курс, если платно, то я плачу налог За это, и мне не дают бизнес вести Именно вот из-за такого ерунда Татьяна, спасибо большое Что с респондера все приходит Значит, я буду переходить на смарт-респондер Там раньше была такая немножко ерунда Что реклама была какая-то дополнительная Но может быть сейчас это все исчезло куда-то В общем, я буду переходить, наверное, на тот сервис Хотя мне этот Unisender тоже очень нравится Там есть и смс-рассылка Вот я по структуре делаю Поэтому вы можете активно начать пользоваться этим сервисом Я скажу, что это трудоемко Знаете почему? Потому что нужно хотя бы два раза в неделю писать письма Минимум два раза в неделю Вот если вы создаете подписную базу Базу подписчиков То нужно обязательно с этой базой работать Если вы не будете работать Все будет постепенно Увидать, увидать и так далее И очень важно давать именно качественный контент Вот если вы будете просто писать Что там 100 секретов от гуру Там сетевого маркетинга Человек придет на вебинар, например А вы ему будете говорить Вот у меня там будет платный вебинар Вот туда приходите Вот я сегодня вам один расскажу 99 на платном Вот это вообще голая реклама Я вообще не приветствую Вот такой вид работы То есть по-честному отработайте Уж лучше вы продайте свой вебинар Или там продайте свои какие-то наработки Или методики Но вот не обманывайте людей Потому что люди просто не поверят вам Больше они придут И вот есть такие, которые Именно вот посылают там Много-много всяческих секретов А в итоге человек приходит И ты просто вода-вода И ничего хорошего в итоге Да, до 1000 человек бесплатно Это на смарт-респондере Но на Юной Сендере тоже там есть По-моему до 500 человек Там есть разные тарифы И есть тариф редко Там вообще бесплатно 100 писем 100 писем, по-моему, бесплатно можно рассылать Ну вот это как раз для того Чтобы работать через интернет Но это тоже трудоемко Вот иногда человек приходит и говорит Я хочу работать через интернет Научите меня Я говорю, а ты готов время свое выделить? Готов Начинаем учиться Значит, делаем подписную страницу Или там нанимаем кого-то из фрилансеров Которые делают подписную страницу Я говорю, а теперь нужно блог вести А блог зачем? А блог это реклама Это продвижение твоего бренда В интернете Блог не хочу Тогда делай рассылку Тогда нужно писать письма Письма писать тоже Это же трудоемко Давайте лучше через Яндекс Директ Ну давай через Яндекс Директ Ну и что? Значит, рекламируешь свою страницу через Яндекс Директ Регистрации очень мало Потому что нет качественного контента То есть нет рекламы Кто ты такой? Тебя никто не знает Так вот, заведите хотя бы канал на YouTube Снимайте себя на камеру Выкладывайте туда и рекламируйте Вот у меня муж говорит Что я совсем там уже шальная, дурная там и так далее Он говорит, давай вот еще Вчера А, вчера вот я когда с рукой-то вот пришла на прием И мне этот отделе, вот этот фиксатор на руку Он говорит, ну что сняла, в интернет-то выложила Вот еще выложу Потому что все привлекает внимание Абсолютно все И буквально вот я живу в интернете У меня даже подруга есть, она в Архангельске живет Мы с ней редко очень общаемся И иногда списываемся Я говорю, Любка, привет Как у тебя дела? Она говорит, у меня здорово Она говорит, а у тебя я знаю Я говорю, живу с тобой вместе в интернете То есть не бойтесь, не бойтесь этого Я читаю блоги очень активных блогеров Которые занимают топ-10 там, например, блогов в журнал Или каких-то других, например, да, топовые блоги Вот по Яндексу посмотрите Поучитесь у них Понимаете, это труд Это труд Вот если вы хотите работать офлайн Вам нужно искать людей И общаться с людьми Если вы хотите работать онлайн Вам нужно много-много Писать, рассказывать, показывать И тогда люди будут сами к вам присоединяться И единственное, что вам нужно будет донести до их Что им нужно делать то же самое По-другому не получится Ну, может быть, получится Можно, конечно, спам раскидывать в социальных сетях Письма писать Вот есть один из методов социальной сети рекрутинга Я была на одном из вебинаров Просто женщина рассказывала, что она рассылает такие видео Письма Ну, красивый, например, видеофильм снят Там красивый, например, по осени Или там Олюбленных, например То есть, ну, знаете, в интернете очень много таких Видеооткрыток и видеофильмов И вот она эти рассылает Говорит, это вам в подарок Таким образом она заводит знакомство Потому что самое первое В сетевом бизнесе Мы должны установить коммуникативную связь То есть коммуникация Не важно, знакомитесь ли вы просто с человеком Или вы устанавливаете контакт с своим новым консультантом Не играет роли Вот если этого контакта, вот этой связи коммуникативной не будет То все, что вы в рекрутинговую сделаете, все будет бесполезно Вы будете рассылать эти письма пачками Хотите, я расскажу, как я знакомлюсь с людьми в социальной сети Поставьте, пожалуйста Да или нет, хотя бы Я сейчас хочу узнать Есть вот кто или уже спят все А я сама с собой разговариваю Так, ну вот три человека, четыре У нас 68 человек в комнате Остальные, значит, не хотят, да? Узнать Ладно, немножко вас расширю Хотя бы гимнастика для пальцев, да? Хотите Итак, я в социальной сети Ну, я работаю в контакте Пока, потому что я не могу работать в нескольких сетях одновременно Это трудоемко Я работаю в социальной сети ВКонтакте И если вы обратите внимание То моя страничка обновляется каждый день То есть каждый день я захожу туда и что-то новое помещаю Каждый день порядка 10-15-20 человек ко мне добавляются в друзья Как вы думаете, с какой целью люди добавляются ко мне в друзья? Напишите, пожалуйста То есть вот я человек, живу в обыкновенном городе с населением 60 тысяч человек Ко мне добавляются люди в друзья Как вы думаете, с какой целью? Вот моя Лена как раз сейчас и... Совершенно верно, Настя 80% это предлагают свои услуги Причем вам не надо париться даже на эту тему Вам не надо никому ничего писать Вам люди сами все напишут Предлагают свои услуги и получить что-то интересное То есть уникальное предложение рассылают и так далее Как вы думаете, каким образом можно вступить в контакт с этим человеком? Вот он пришел конкретно предложить вам свою услугу Он с вами хочет вступить Не вы даже с ним, а он с вами хочет вступить в коммуникацию Ему это хочется, ему это выгодно, ему это интересно Вступить в группу предлагают Да, совершенно верно Много разных предложений Но ваша задача Ваша задача со всеми сохранить хорошие отношения Вот это первое Помните, я вам в самом начале вебинара говорила Что нужно научиться дружить с людьми И сохранять хорошие отношения Несмотря на то, что даже если люди вам не нравятся Или они вас подвели и так далее Заинтересоваться его услугой Ну, как вариант, да, возможно Но опять он же начнет ее навязывать, эту услугу, да? Вот представьте, что он добавился в друзья И вы начнете его спрашивать Скажите, что вы предлагаете там и так далее Как я это делаю? Вот молодец, Алена задала вопрос по делу, да? Как я это делаю? Сэкономила время Значит, я всем задаю один и тот же вопрос Скажите, пожалуйста, чем я вам могу помочь? Вы добавились ко мне в друзья Скажите, пожалуйста, чем я вам могу помочь? Вот один простой вопрос И очень большой И теперь И в ответ свою услугу Теперь смотрите дальше, что происходит Виктор уже Обогнал мою мысль, да? Значит, некоторые люди говорят У меня Я тоже работаю в Арифлейм Мне интересно вас читать Очень многие говорят Я увидела ваш вебинар Рекрутинг в социальных сетях Посмотрите, скрытую рекламу я сейчас делаю Я так всегда работаю Потому что сейчас кто не видел Все побегают Побегут в Ютуб Смотреть это видео Вебинар Там 8 или 12 тысяч просмотров Уже этого вебинара И очень большое количество людей Добавляется, просмотрев этот вебинар Рекрутинг в социальных сетях Хотя сейчас уже у меня Очень много В опыте работы добавилось А там я еще только-только начинала Можно сказать Так вот Многие говорят Что я хочу предложить вам Свою услугу Там такую-то, такую-то Многие говорят Я хочу Я работаю там Уникальной сетевой компании Которая автомобили налево-направо Раздает Типа якобы Раздает Хотя обычно в лизинг Хотя она дает просто в лизинг Но приятно же сказать Что в подарок дарят Да Так вот Третьи говорят Мне понравилось Что я там Вы написали на стене И так далее Вот смотрите Я сразу выясняю Потребность человека во мне И мне сразу легче сориентироваться И я смотрю К кому Чем я могу помочь Если человек продвигает Свою услугу Я говорю Спасибо большое Обязательно посмотрю Или воспользуюсь А можно я вам Себя прорекламирую Вот понимаете Здесь чем отличается От спама То есть я Никому Без его разрешения Информацию не высылаю Обычно Что люди говорят Которые свои услуги продвигают Когда я их задаю вопрос А можно я вам Себя прорекламирую Это я вопрос задала В чате Тогда и нет Меня это не интересует Вы знаете Вот Марина Никто еще не сказал Что его это не интересует То есть Сколько людей Мне Прислали там Свои уникальные предложения Когда я им задала вопрос А можно я вам Себя прорекламирую Все практически говорят Конечно можно Потому что он же себя Уже прорекламировал И тогда Что я ему даю Как вы думаете Тишина Точно тишина Полицейский родился Так И дальше Как вы думаете Что я ему посылаю Или что я ему говорю Так Вопрос А кто там может быть Какие есть версии Давайте сейчас Какие есть версии У вас Не бойтесь Ошибиться Пишите то что Ссылку на материал Так еще Приглашение от компании Не знаю даже Дисконт Письмо Так Рекрутинговую страничку Молодцы То есть я ему Вообще У меня есть Вот Заготовка У меня есть В блокноте Сохраненная Страничка Где есть Абсолютно Все мои ресурсы Вот если вы Зайдете на Ютуб На мой канал Не на Ори Я сейчас его здесь Напишу Одной рукой Накалякаю Видите Это опять Скрытая реклама Это же я себя Рекламирую все Не на Ори Да То есть потому что Многим может кто-то еще Не был на моем канале То на этом канале Под видео Вы увидите Большое количество Ссылок на мои ресурсы И Когда я Я не говорю Что уникальное предложение Там Тыры-пыры Там Знаете что Вот я вам там Предлагаю дисконтную карту Арифлэм И так далее Я просто даю ссылки На свои ресурсы На моих ресурсах На всех практически Есть Что Итак Следующий вопрос Задаю Отвечаем Вы работать сюда пришли Или отдыхать Может сегодня Как работать в льготную компанию Разговариваем Ссылка Реклама Так еще что есть Так На всех моих ресурсах Самое первое Это Есть Нет 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 Не это все Нет Вспоминайте То что я вам говорила Подписка На каждой На каждом моем сайте В основном На каждом Практически на каждом Есть Есть подписная страничка Есть Та страничка Где можно Ставить Электронный адрес Свой Не важно В какую рассылку Попадает человек Страница С подпиской Вот так Это работает Потом смотрите Человек получает Информацию От меня Причем В какую подписку Добавился Такую получает Иногда Не все подписки Работают там нормально Потому что Я нормальный человек Я где-то хорошо работаю Где-то там Не успеваю Где-то там Отлыниваю То есть Я человек Который учусь Который еще У которого система Вот пока так работает Еще с пробуксовками Но тем не менее Он попадает На страницу С подпиской И дальше Он попадает В базу Моих подписчиков И вот так Это работает В интернете Потом Дело техники Я просто сортирую Говорю Кто-то подписался На рассылку сайта Кто-то подписался На рассылку Узнать больше Об MLM И так далее То есть Дальше уже Работа с базами идет То есть А это уже Это уже за деньги Все Это все за деньги Уже рассказывается Так вот Все это Очень просто И рекрутировать В социальной сети Очень-очень просто Потому что Самое важное Это точно так же Вы налаживаете Контакт с человеком Берете у него Электронный адрес А дальше уже Работаете с этим Электронным адресом Они пишут Что им интересно Сразу Вы знаете Есть люди Которые Сразу Со мной Начинают Контактировать И говорят Вот особенно Это те Кто живет В нашем регионе Они говорят О мы даже Не знали Что у нас Тут такая Интересная И Они начинают За мной Наблюдать То есть Они читают Моя информация В социальной сети Они читают Рассылку Какую-то Они Приглядываются Так скажем То есть Они ко мне Приглядываются У меня есть Консультант Я не знаю Ушел он отсюда Или нет Руслан Сейчас посмотрю Здесь он Или нет Может быть Он здесь Может ему Это не интересно Он ушел Но он Полгода Ко мне Добавился В друзья Полгода назад А в январе Зарегистрировался Он так Так открыто Написал Что я полгода За вами наблюдал И вот Мне показалось Что вы интересный Человек Вы можете Много дать И я к вам Зарегистрировался Вот помните Я начинала Вебинар С чего Терпение То есть Педагогам И медикам Здесь очень Вольготно В этой профессии Потому что У них большое Терпение Интересно Слушать Да Вы знаете Я работаю Над собой Поэтому Я хочу Чтобы вам Было интересно Слушать Потому что Я удовольствие Получаю От того Что вы Слушаете А вы Удовольствие Получаете От того Что вы Знания Получаете Какие-то Видите Мы друг другу Дарим удовольствие Получается Такой знаете Взаимовыгодный Обмен Энергиями Что очень Полезно Так вот Льготная Компания Независимо От того Какая бы Она была Какие бы Условия У нее Были Или не Были Что Вообще Я честно Вам скажу Что для меня Льготная Компания Это возможность Просто Рассказать Что Компания Дает Дисконтную Карту Еще Возможность Поучаствовать В подарочных Акциях А так Мы регистрируем И за 149 рублей Я не вижу Какой-то Разницы Большой За 149 Мы презентуем Стартовую Программу Например Или там Какие-то Свои Акции Это не Играет Роли Просто Это делать Нужно Обязательно В системе И Обязательно Искать Ключевых Консультантов С которыми Вы будете Работать Дальше А для Этого Нужно Отфильтровать Этих Людей Которые Реально Готовы Работать С вами В одной Упряжке Реально Готовы Взять Ответственность На себя За какие-то Действия Конечно Есть люди Которые Сходят С дистанции На которые Вы делаете Ставки Но Они Например Через Какое-то Время Перестают Работать Но Если Структура Строится Правильно И Эффективно То Эти люди Они Уходят Ну Как Уходят Они Отходят От дел Но Свои 150 Баллов Они Стараются Делать И У меня Есть Консультант Которая Работает Со мной 10 лет В компании Арифлейм Успела Со мной Испортить Отношения Вернее Даже Я Может быть В этом Виновата Больше Потому что Я должна Была Быть Мудрее Ее И Она Обслуживается В другом Офисе Но Так как Она На Уровне 12-15 Процентов То Она До сих Пор Делает Заказы До сих Пор Делает Заказы Она Никуда Не Уходит Да Совершенно верно Елена Людям По большому счету Все равно За какую цену Регистрироваться Вопрос Что они Получат В обмен На это Поэтому Скажите Пожалуйста Какую Тему Вы бы Хотели Чтобы Я Осветила На Следующем Занятии Следующая Встреча У нас Будет С вами В среду В следующую Среду В 20 часов Но Вот Я как-то Сейчас Теряюсь Я пока Не готова Начать Вести Курс О котором Я Обещала Это Как я Рекрутирую В социальных Сетях Там Уже Подробно Со всеми Вот этими Техническими Как С администратором Я работаю Сколько Им плачу Как Плачу Какие Мы Проводим Мероприятия То есть Как Посты Формируются То есть Все Вот Это Технические Знания Это Будет На платном Курсе Который Будет Набираться Но Так Я Сейчас Повредила Руку То Я Пока Немножко Отсрочку Прошу Поэтому Каждую Среду Я готова С вами Встречаться Но Я хотела Быть Темы Которые Я бы Могла Озвучить На наших Встречах То есть Есть ли у вас Темы Которые вам Интересны Я просто Запишу Для себя И Следующую Среду Подготовлю Или Я просто Беру Свою Тему И Уже На Свою Тему Что Конкретно Про Интернет Виктор Просто Интернет Это Очень Объемная Тема Мне Нужно Конкретно Узкую Итак Что Конкретно То есть Узкая Тема Так У кого Есть Еще Какие Вопросы В социальной Сети Вот Мне Тоже Задали Вопрос Один Я Сейчас Не Помню Его Но Я Тоже Озвучу Значит Плавный Курс Будет Как Я Работаю Через Социальную Сеть ВКонтакте Вот Там Просто Пошагово Вообще Очень Подробно С Различными Инструкциями С Тем Как Вообще И Группы Строить Как Посты Правильно Размещать Формировать Чтобы И Как Рекламу Размещать Ведь Я Зарабатываю Не Только На Регистрации Людей Но Есть Еще Дополнительный Заработок Это Реклама Которую Размещают В группах В общем Там Очень Будет Подробно Именно Про Работу В 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 Социальной Сети Очень Сложно Одной Работать На Компьютере Это Сложно Как Вы Переводите Людей С Промостойки В Теплые Контакты Я Вообще Промостойка Не Работаю Промостойка Работает У нас Сергей Добуляк Он Завтра В 19 часов В этой же Комнате Будет Проводить Вебинар Можете Прийти Послушать Так Сколько Стоит Построить Сайт И его Продвижение Если Говорить О том Сколько Стоит Обучение Построить Сайт И его Продвижение То Вы Можете Заплатить Двумя Способами Первое Это Временем Второе Это Деньгами То есть Временем Это Более Качественно Но У вас Все равно Должно Быть Какое-то Направление То есть Вы Должны Озадачиться Проблемой И понять Что вы Хотите То есть Если Вы поймете Что вы Хотите Вы Набираете Просто В поисковике И И Ищите Очень Большое Количество Материала Просто Вы Просматриваете Выбираете То Что Для Вас Подходит И Делайте Но Если Вы Хотите Время Сэкономить То Нужно Пойти Учиться На Курс Но Здесь Я Вас Немножко Освегла В чем Очень Большое Количество Людей Сейчас Проводят Курсы В интернете Но В основном Дает Техническую Часть То есть Как Именно Построить Сайт То есть Сайт Построить Вы Знаете Это По времени Сделать Сайт Сейчас Я вам Скажу Сколько Значит Зарегистрировать Домен Имя Это Минут Десять Ну С оплатой Уже Да Если У вас На Электронном Пошельке Есть Деньги Дальше Значит Стоит Это Примерно От 100 До Там 350 Рублей Доменное Имя В зависимости В какой Зоне Вы Регистрируете Его Дальше Второе Купить Хостинг Хостинг В месяц Там Может Стоить Ну 200 Там 300 Рублей В год Вот Я Плачу 1800 По-моему Вот У меня Хостинг Стоит Может Даже Чуть Подешевле Как Там Я Честно Говоря Не Помню Сайт Сделать Если Вы 10 Минут Доменное Имя Регистрировали Предположим 10 Минут Хостинг Регистрировали То Сайт Делается В течение Еще 10 Минут То 30 Минут Реально Вы Сайт Можете Свой Сделать Значит Но Мало Сделать Сайт Нужно Знать Систему Как Работает Система Продвижения В интернете Вот Есть У нас Такие Гуру Которые Учат Технической Части Вот Вы Сайт Сделали И Дальше 90% Людей Пишут Потом Что Это Не Работает У Сайты Заброшены В интернете И так Далее Вот Если Вы Не Знаете Вот Этой Целостной Картинки Так Вот Целостной Картинки Дают Очень Мало Педагогов И берут За это Очень Дорого Я скажу Что я Училась У двух Гуру Так Скажем Да У Константина Харченко И у Артема Богданова Но Я бы Вам Посоветовала Все таки Харченко Знаете Почему Потому Что он Дает Более Целостную Картинку Он Дает Технической Части То есть Вот Меня Это Злило В самом Начале Когда Я его Просила И говорила Слушай Подскажи Мне Как Это Делать Я Не Понимаю Как Это Делать У него Был Один Ответ По Гугли Но Я Злилась Знаете Что я Деньги Заплатила Такие Бешеные И Я В результате Он Не Помогает И Мне Приходилось Само Тыкаться Потом Я Пошла И К Артему Чтобы Еще Техническую Часть Под Мак Часть Подучить Так Вот Харченко Мне Дал Полное Представление Как Вести Бизнес Через Интернет Представляете Картинку Которая Состоит Из Пазлов И Вот Если Вы Изначально Получаете Например Коробку С Пазлами Они У вас Там Все Набросаны И Все Инструменты Интернет Бизнеса Это Пазлы То есть Это Странички В социальной Сети Это Интернет Вернее Это Сайты Это Рекрутинговая Страница Это Страницы Подписки Там Это Какая-то Автоматизированная Рассылка И так Далее Так Вот Когда Вы Видите Эти Пазлы Вы Не Понимаете Как Какая Картинка Должна Быть В самом Идеальном Варианте Вы Начинаете Вот Это Все Приспосабливать Друг Другу То То есть Вы Начинаете Строить И Чаще Всего Если Пазлов Очень Много То Целостную Картинку Вы Не Получите В Правильном Идеальном Варианте Если Вы Не Представляете Что Должно Быть На Этой Картинке Так Вот Харченко Он Дает Вот Эту Целостную Картинку Именно Представление О Том Как Должен Выглядеть Бизнес В Интернете Вот За Это Конечно Я его Уважаю Потому Что Если Б Он Мне Эту Целостную Картинку Не Дал Я Не Думаю Что Я Б Здесь Ну Какого-то Достигла Результата У меня Пока Результаты Очень Скромные Скажу Вам Сразу Если Вы Хотите Работать Через Интернет То Первые Результаты Вы Получите Только Спустя Полгода Как Минимум Ежедневной Работы У меня Есть Хороший Знакомый Виталий Кудряшов Он Директор Компании Арифлейн Он Стал Директором Только Работая Через Интернет И Он Мы С ним Общались Когда-то Он Мне Сказал Что Он Работал По 10-12 Часов В день И Через Полтора Года Он Закрыл Звание Директора То Вот Это Работа Через Интернет Но Он До Сих Пор Директор Пока У Него Есть Ветки Под Его Внизу Как В глубине Но Пока У него Нет Системы Обучения То Он Говорит Вот В этом У меня Пробел Очень Сложно Он Работает Рассылкой Именно Рассылкой Но В рассылке Там Все Перемешано У него Есть И Клиенты И Консультанты И Вот Как-то Он Их Разделяет Поэтому Ну Вот Он Опыт Нарабатывает Но Я Верю В То Что Рано Или Поздно Еще Через Годик Или Через Полгодика А может Через Месяц Он Откроет Золотого Так Графическое Оформление Как переводить Холодные Контакты Из интернета Из вашего Города В теплые Контакты Вообще Обыкновенно Переводим Просто В офис Приглашаем Да и Все То есть Главное Чтобы повод Был В офис Пригласить То Здесь В основном Закомимся Сначала Начинаем Общаться Потом Находим Повод Встретиться Ну вот Приведу Вам Один Пример Познакомилась Девушка Она Делает Ногти Значит Встретились С ней В офисе По поводу Мастер Класса Вот я Кстати Методом Мастер Класса Тоже Работаю Но мне Не очень Этот метод Нравится Потому что Мне в основном Приходится Их проводить Эти мастер Классы Я не люблю Мне кажется Это трудоемко И гораздо Интереснее Работать Подари Подарок Другу Чем Мастер Классы Собрал Там Накрасил Потом Из этого Мастер Класса Это Лояльность Косметики Что я Сделала Я Ищу Визажиста То есть Я сейчас Найму Девушку С которой Я познакомилась В социальной Сети Вконтакте Потому что Она Мне Добавилась Друзья И предложила Мне Прийти К ней На маникюр То есть Она Предложила Свои Услуги А так Как я Я всех Спрашиваю Чем Я Могу Быть Полезна Естественно Я Ей Предложила Свои Варианты Возможности Которые Я предлагаю Ссылки На свои Ресурсы Ее Это Заинтересовало Она Там Увидела Мастер Классы По Визажу И мы С ней На этой Теме Поговорили И мы С ней Встретились В офисе Я Не боюсь Приглашать В офис По разному Поводу И без Повода Тоже И общаемся Вот таким Образом Контакт Завязывается А дальше Делать Терпение Уже То есть Теперь Мы ждем Когда человек Просто созреет До того Что он Оформит Дисконтную Карту В Арифлейн То есть Возможно Сначала Дисконтную Карту Оформляет А потом Извините Речь Уже идет О зарабатывании Денег Поэтому У нас На 8 апреля Назначен Первый Мастер Класс По Визажу Индивидуальные Мастер Классы Мы записываем Клиентов Записываем Консультантов Стоимость 150 рублей Мастер Класса 50 рублей Я беру себе За продукцию За использование 100 рублей Берет За работу Визажист И Вот Возможность Ей набить Руку Если будет Замечательно Мы будем С ней сотрудничать Дальше Ну а В конце Концов Все равно Рано или поздно Я думаю Что она Присоединится К нашей Компании Потому что Это выгодно Во-первых Да И в первую очередь Ей выгодно Ну и Так и другие Контакты Заводятся Где-то Я спонсором Принимаю Участие Где-то Просто Меня там Например Консультацию Какую-то Просят дать Так Какой результат Светлана Концентрируйте Формулируйте Пожалуйста Четко вопрос Какой результат О чем вы говорите Ну то есть Конкретно О каком результате Вы хотите узнать Конечно Алена Можно написать Здравствуйте Я хочу вас пригласить На мастер-класс И в принципе Я таким методом Работала Вот Я вам приведу Даже примеры С своей жизни Значит Один из методов Приглашения Это приглашение На мастер-класс И в одной из групп Тоже в социальной сети Я просто У меня была девчонка Которая очень любила Макияж делать И я просто С ней договорилась Что я ей буду Подкидывать клиентов Она будет делать им макияж А я ей за это Буду дарить подарки То есть Ей это выгодно Мне выгодно Клиентам тоже выгодно То есть Клиенты бесплатно Делали макияж У нас такие мастер-классы Проводились И в итоге После Проведения мастер-класса Значит Я На мастер-класс Пришла девушка Которая пригласила Из социальной сети Причем я разослала Около 15 приглашений Написала Что очень срочно Срочно визажист Простаивает Нужно на завтра Там на 18 часов Пришла девушка Весь мастер-класс Проболтала С визажистом С моим девчонкой В конце Я рассказывала О возможностях Компании Арифлейн И сказала Какую из возможностей Вы выбираете Так как Гостья прослушала Весь рассказ Визажист Ее ткнула Локтем И сказала Бизнес выбирай Она сказала Я выбираю бизнес Но надо было что-то сказать В итоге В итоге Из нее вырос 18-ти процентный Лидер То есть Из нее вырос Консультант Который дошел До уровня 18% Сейчас она родила Третьего ребенка Сидит в отпуске По уходу за ребенком Бизнесом Пока не занимается Ну и кто знает Может быть она вернется Когда-нибудь Обратно Здорово Да, конечно Здорово Ну что ж Давайте На этом я заканчиваю Про результат Вы кстати Так и не сформулировали Вопрос Результат в чем? Результат в уровнях? Так А Открыла с вами директора За полтора года Это Это открыл Виталий Кудряшов Директор компании Reflame Из города Кин-Ней Тоже такой же Маленький городок Как наш Вот пожалуйста Результат Пока У меня результат Пока Значит Один лидер 18% Вырос Но я Видите Я не работаю 100% В интернете То есть Я совмещаю У меня офис Есть в Котласе Я постепенно Перевожу работу В интернет Но я не работаю 100% В интернете Я все контакты Из онлайн Стараюсь переводить В онфо флау Если я работаю С человеком На расстоянии Через интернет То мы выбираем Способ работы Какой для него удобен Ну вот конкретно Если говорить О расстоянии Да То у меня есть Консультант На 6% На сегодняшний момент Который зарегистрировался По моему В январе Вот это конкретно На расстоянии Причем Не один консультант Есть Выше 6% Пока не поднимались Консультант До 9% Который звонки делает И на встречи Приходит А на встречи Он приходит Нет Не приходит Лена То есть На встречи Его задача Делать звонки Вот здесь Очень классно Распределить Роли в команде Вот представьте Вы командой Работаете Вот если бы я Консультанта Заставляла Приходить на встречи Сто пудово Из них Половины бы Просто Отваливались То есть Я бы искала Искала Ну вот пришел На встречу Ну понимаете Вот я все время Вот мне Результат важен Мне надо быстро Люди Как я Быстро работать Еще не умеют Потому что У них свой Тайм жизни Они пришли В Арифлейн И соответственно Так мы просто С ними договорились Вы знаете Алена Вот просто Мы так договорились Это потому что Мне так удобно Я звонки Не люблю делать А консультант До 9% Боится встречи Проводить Но Все остальные Работы он выполняет Поэтому Вот это просто Мы так договорились Может быть у вас По другому Как-то Есть команда Которая работает В ВО Там 2-3 раза в неделю У нас был Результат Мы работали раньше По системе Про У нас 3 презентации В день было Мы другим методом Работали У меня ключевые Консультанты Ходили в офис Как на работу С часу До 8 вечера То есть Они работали 7-часовой Рабочий день Кроме Субботы В воскресенье В субботу У нас была Встреча Третьего уровня Вот тогда У нас вырос 18% Лидер Причем Несколько 12% Выросло Очень много Я по По опыту Той работы Провела Курс 4 раза Менеджер 12% За 8 недель По опыту Той работы Но сейчас Мне та работа Помогает Вот тот опыт Мне помогает Сейчас Да Совершенно верно Лидия Один звонки Другой встречи Да Это как раз Вот об этом Я и говорю Что Можно просто Распределить Обязанности Вот в социальной сети Часто так В интернете Работают Распределяя роли То есть Ты это проводишь Ты это проводишь Ты это А работают в команде Работают в основном Друг другу Помогая Потому что Если мы работаем Глубину Простраивая ветку То 12% Наверху Ему выгодно Чтоб у него В глубине Вырос 6% Или 9% Поэтому Все направлено На это Все На этом Я заканчиваю А то уже Люди расходиться Начали Я же сказала Что я могу Говорить Сколько угодно Я вас жду На следующую встречу С темой Мы определимся Завтра В 19 часов Сергей Добуляк Ждет вас На Выступление О промостойке Кому нужна Запись вебинара В рассылке Получите информацию Можете приобрести 150 рублей Будет стоить Кому Очень сильно Надо Поэтому Я с вами прощаюсь Всем большое Спасибо До следующей встречи С вами была Наталья Невзорова Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому